На волейбольной площадке настоящие спортивные баталии. Таможенники показали зрелищную игру. Высокий уровень мастерства команд добавлял азарта и интриги. До последних минут заключительных матчей оставалось загадкой, кто же станет победителем. По итогам заключительных игр победителями чемпионата таможенных органов Российской Федерации по волейболу стала команда Северо-Западного таможенного управления. Капитан команды Александр Жаринов уже пять лет ежеводно принимает участие в таких соревнованиях. Считает, что сегодняшняя победа – итог четкой стратегии и взаимопонимания среди участников команды. Рубилова происходит в принципе за любое место, будь то первое, второе или третье, неважно, в призы попасть всегда тяжело. Но ответственность капитана достаточно скромна по сравнению с тем, как объединиться против сильного соперника. Поэтому на самом деле ребята все молодцы, достаточно просто быть капитаном в такой серьезной организованной команде. В церемонии награждения приняли участие представители Федеральной таможенной службы России Виктор Зольников, заместитель начальника Новороссийской таможни Вячеслав Бирюков и заместитель председателя Динамо-20 Валерий Меринов. Серебряными призерами стала команда аппарата Федеральной таможенной службы. Бронза досталась команде Южного управления. Четвертое место у волейболистов Центрального таможенного управления. Со следующего года Федеральная таможенная служба также будет уделять особое внимание развитию физической культуры, спорта, массового спорта в таможенных органах Российской Федерации. И также спартакиада. Будем в следующем году принимать гостей мы в ходе спартакиады таможенных органов уже 2017 года. Традиционно у нас в поселке Витязево в городе-курорте Янапа проходят соревнования по мини-футболу, по волейболу и по плаванию. Так что ждем на следующий год наших друзей. Продолжение следует...